Привет, обидатели интернета и мобильных сетей. Отличная погода стоит, по крайней мере, здесь, в Петербурге, и мне кажется, самое время посмотреть Дройдер-шоу. Как всегда, самое интересное из мира гаджетов, интернета и технологий за неделю. Не прошло и пары месяцев со старта продажи Apple Watch, так в сети появились уже первые подробности о новой версии, и они любопытные, слушайте. По данным источников, часы могут получить камеру, но не для того, чтобы делать селфи, в этом еще мог бы быть какой-то призрачный смысл, а для совершения видеозвонков по FaceTime. О, привет нам! А, дедушка, это ты? Кроме этого, часы станут более независимы от смартфона, а вот над улучшением автономности, предположительно, работать не собираются. Возможно, станет еще больше версий дизайна, с различными вариациями материалов корпуса и ремешками. Выйти Apple Watch 2 должны в 2016 году, что логично, может быть, к этому времени до России официально и доберется первая версия. На этой неделе в Лос-Анджелесе прошла крупнейшая геймерская выставка E3. Было очень круто, огромное количество суперинтересных анонсов. Лично для себя я выделил три главных тенденции. Первое — возвращение легенд. Громких камбэков действительно было множество. Новый Hitman, Fallout, Final Fantasy VII трейлер, который на презентации PlayStation заставил зал верещать от восторга, и Gears of War 4 от Xbox. А компания Bethesda шокировала многих зашкаливающей жестокостью по отношению к монстрам при запуске легендарного Doom. В общем, ностальгия Лилана фанатов как из души. Впрочем, были представлены и впечатляющие абсолютно новые тайтлы, но об этом подробно поговорим в отдельных видео, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Второй тренд, пожалуй, не менее важный, но тем не менее. Это обилие всевозможных вариаций на командный Team Fortress. Создатели, во-первых, придумывают для них очень похожие названия, типа Battle Cry, Battle Born и все вот в этом духе. А чтобы еще сильнее запутать геймеров, все они делаются в малоотличимом мультяшном стиле или около того. Ну и третье, самое важное — это виртуальная реальность в самых разных проявлениях, которая уже практически подкралась к своей коммерческой реализации. Create World. Например, Microsoft показала очень эффектную демонстрацию очков HoloLens. Ведущий управлял замком из Майнкрафта, построенным прямо на столе, прямо на сцене. А его коллега в это время бегала в качестве персонажа по самому замку. Правда, пока дисплей на очках от Microsoft очень маленький, что делает погружение некомфортным. А на закрытом стенде PlayStation мы посмотрели несколько новых игр для шлема Morpheus. И одна из них, которая называется London Haste, показала совершенно новый уровень отношения к играм виртуальной реальности. В это не просто можно или удобно играть. Это просто настоящая аттракцион, из которой не хочется вылезать. Где для перезарядки оружия надо схватить рукой обойму и вставить ее в пистолет. А отстреливаться от погони можно, распахнув дверь джипа. Очень рекомендую посмотреть наш отчет, если еще не видели. Штука действительно впечатляющая, и это будущее, которое существует уже сейчас. Видно, что Sony основательно подходит к этому новому витку в играх. Не торопится, пока не доведет опыт пользователя до максимума. Наверняка перед стартом продаж и представит новую версию самого шлема, в котором улучшат эргономику и в придачу пространственные контроллеры. Наподобие тех, что показал Oculus неделю назад. И что-то мне подсказывает, что ждать это осталось совсем не так долго. На днях появился слух о том, что компания BlackBerry планирует кинуть самой себе спасительный круг в виде выпуска смартфона на андроиде. Причем речь идет сразу о двух версиях. Одна под кодовым названием Prague будет иметь скромные характеристики и предназначаться для развивающихся стран. Второй гаджет с более пафосным названием Venice получит изогнутый дисплей с диагональю 5,4 дюйма и Quad HD разрешением, 18-мегапиксельную камеру и процессор Snapdragon 808. Выделяться среди обилия конкурентов девайс будет за счет своего форм-фактора, а именно выдвижной клавиатуры. Также логично ожидать собственную программную оболочку и обилие корпоративного ПО. В продаже устройство должно появиться этой осенью. Вполне возможно, что компания пошла на такой шаг под давлением именно корпоративных клиентов, которым нравятся сервисы BlackBerry, но трубки компании кажутся уже неактуальными. Ну и, как говорится, добро пожаловать в клуб. И, кстати говоря, у BlackBerry всегда все было хорошо с дизайном и материалами, так что девайс должен получиться неплохим. Так называемый закон о забвении продолжает свое победное шествие по коридорам Законодательного собрания Российской Федерации, и в этот раз он был принят в первом чтении. Предполагается, что после вступления в силу поисковики будут обязаны по запросу пользователя удалять из выдачи недостоверную либо устаревшую информацию о нем. С критикой инициативы выступили несколько интернет-компаний, в частности, Яндекс и Рамблер. Кроме прочего, подобный механизм позволит скрывать общественно важную информацию, например, биографию каких-нибудь общественных деятелей. Помимо неясных мотивов, у проекта есть проблемы с практической реализацией. Например, поисковик должен будет собственными силами определять достоверность информации, чтобы одобрить ее удаление из выдачи. В Яндексе, конечно, найдется все, но не до такой же степени. Впрочем, какие-то изменения еще могут быть внесены, но вступление закона в силу может случиться уже в начале 2016 года. Apple Watch 2 и закон о забвении. Классный год будет. В Москве уже отгремела главная гик-тусовка с роботами, киборгами, технологиями будущего и вот этим всем. Ну а теперь настала очередь к культурной столице. В эти выходные, то есть 20 и 21 июня, на Елагинском острове пройдет гик-пикник. В программе выступления киберзвезды Виктории Модесты множество мастер-классов по различным тематикам, а также на территории немало необычных развлечений, типа огромного робота-паука, на котором можно покататься, и механическая робота-рука, разрушающая вдребезги автомобили. Мы с Борей будем там, так что до встречи на пикнике. Все подробности на сайте geekpiknik.ru Еще несколько лет назад было сложно представить, что 3D-принтеры смогут печатать что-то, кроме пластмассовых пылесборников или чехлов для айфона. И вот они уже сами возводят мост в Амстердаме. Компания Max 3D протестировала новую технологию, которая позволяет возводить конструкции из металла прямо в воздухе, а не в специальной камере. По сути это два в одном, принтер и сварочная система. Устройство представляет собой два манипулятора, которые сами перемещаются по уже построенной конструкции, продолжая строить, а точнее печатать. Первым серьезным испытанием для инновационного принтера станет возведение моста через небольшую речку в парке Амстердама. Воплощение проекта запланировано на сентябрь этого года. Думаю, в случае успеха принтера ждет большое будущее. А тем временем в Японии стартуют продажи робота, который умеет сам выражать эмоции и определять, в каком настроении находится человек. Зовут умного гаджета Pepper. Сам по себе робот обладает искусственным интеллектом и может общаться с людьми, веселить их и воспринимать голосовые команды. По сути, это робот-помощник, но его функционал будет зависеть от набора приложений, которые будут устанавливаться из специального онлайн-магазина. То есть для дома можно поставить приложение няни или учителя, в офисе Pepper может стать секретарем или устройством дистанционного присутствия. Первые партии роботов уже в магазине и продаются с 20 июня по 1600 долларов за штуку. Информацию о продажах в других странах, в том числе России, компания SoftBank Robotics объявит через месяц, видимо, в зависимости от успеха на японском рынке. Такими темпами через несколько лет роботы проникнут во все сферы нашей жизни. И следующее тому подтверждение — секс-кукла от компании Abyss Creations. У американской компании уже есть на счету подвижные игрушки для взрослых с алюминиевым скелетом, которые продаются по 5-7 тысяч долларов. Но теперь создатели решили наделить свое творение не только привлекательными формами, но и искусственным интеллектом с эмоциями. На видео куклы Real Doll говорят о своих мечтах стать реальными людьми и познать любовь, прям как в фильмах и фантастических повестях. О технической начинке пока подробностей нет. Известно только о камере мушки на щеке и о том, что это будет первый робот с языком. Старт продаж запланирован на 2017 год. Посмотрим, что из этого получится. Цена одного секс-робота составит примерно 10 тысяч долларов. I hope to become the world's first sex-robot. Последнее время использования квадрокоптеров начинают запрещать законом. Кроме того, их сбивают из рогаток и отстреливают. Роботам приходится адаптироваться и эволюционировать. Возможно, именно поэтому проект под названием Micro Drone 3 собрал деньги на старт производства всего за несколько часов после старта компании на Indiegogo. Суперкомпактный вертолетик помещается на ладони. При этом у него есть HD-камера и стабилизационная подвеска. Управлять дроном можно с помощью приложения для смартфона или используя радиопульт. Несмотря на размеры, дрон может летать при ветре до 70 км в час, правда, от оператора может отлетать всего на 90 метров. Как отдельную развлекуху, создатели предлагают полеты от первого лица, используя Google Cardboard. К тому же, видео можно транслировать онлайн в интернет. Цена мини-дрона по предзаказу составит 125 долларов. Первая доставка ожидается этой осенью. Но не только стартапы увлеклись маленькими роботами. Компания Parrot, заслугой которой является популяризация квадрокоптеров массы, представила целый рой летающих, плавающих, прыгающих дронов. Все они имеют на борту автопилот и VGA-камеры. Модель Airborne весит всего 58 граммов и будет в двух модификациях. Стандартный карго за 99 евро и со встроенным фонариком Night за 129. Своеобразная насадка Hydrofoil Drone превратит вертолетик в катер, бороздящий водные просторы бассейнов. И последний, Jumping Drone. Он на колесах, умеет гонять со скоростью 8 миль в час, а также прыгать на высоту 80 сантиметров. Все девайсы управляются со смартфона и в ближайшее время поступят в продажу. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну а с вами были Валерий Истишев и Борис Веденский. Подписывайтесь на нас в Twitter и в Instagram, на личные аккаунты и на droiderski. Также ждем вас в Facebook и ВКонтакте. И, кажется, все. А, нет, еще в Vibery, в паблик-чате droiders. Там тоже много интересных инсайдов, которые больше нигде не встретишь. Ну ладно, на этом все. До встречи в будущем. Вариации на Team Fortress. Tress. Team Fortress. Fortness. Team Fortress. Team Fortress. Субтитры подогнал «Симон»